Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами будем обсуждать палетку Pet Magret Midnight Sun. В первой части этого видео я покажу саму палетку, расскажу свои впечатления о палетке, а во второй части я покажу макияжи, которые можно сотворить с данным набором цветов. В инфобоксе обязательно будут тайм-коды, чтобы вы могли перейти сразу же к той части видео, которая интересует конкретно вас. Все, поехали! Давайте, пожалуй, начнем с очевидного, то есть с упаковки. Упаковка здесь, как всегда, крайне-крайне красивая. Все палетки от Pet я храню в этих упаковках, я их ни в коем случае не выкидываю. Если вы коллекционируете косметику, то, как мне кажется, можно взять просто несколько подобных палеток Pet, поставить их на видное место, и это уже очень красивый элемент декора. Как всегда, здесь у нас завязочки, которые нужно открыть, и появится сама палетка. Палетка выполнена из вот такого тяжеленного черного пластика. Пластик этот очень маркий, здесь постоянно остаются пальчики, будьте к этому морально готовы. Как я уже сказала, палетка достаточно тяжелая, это не легчайший и дешевый пластик, как у Charlotte Tilbury. Здесь действительно качественная упаковка. На самом деле, этой палеткой даже можно по ночам убиваться от паньяков, настолько она тяжелая. И также, чтобы закончить с начальной частью, перейти уже к самому интересному, то есть к оттенкам. Скажу еще, что в палетке всего 13,5 граммов, это на 10 рефилов, и каждый рефил весит примерно 0,47 граммов. Палетка стоит 125 долларов, и это 9400 рублей. Ни в коем случае я не рекомендую вам покупать эту палетку по полной стоимости. У PET примерно раз в месяц, раз в два месяца бывают скидки на палетки, причем скидки солидные, 20, 30, 40, а то и 50 процентов. Поэтому лучше подождите и купите палетку по более выгодной цене. Внутри палетка выглядит вот таким вот образом. Это красивейшая гамма в сочетании нейтральных и теплых оттенков. Подойдет данная гамма на самом деле как для повседневных макияжей, так и для более креативных. Если вы внимательно посмотрите, то увидите то, что в общем-то большая часть палетки это нейтральные повседневные цвета, и здесь есть буквально несколько ярких цветовых пятен. Вот закройте, например, вот эти два оттенка, и вообще получается очень даже повседневная палетка. Из 10 рефилов здесь у нас 3 матовых оттенка, 3 сатина и 4 спешл шейда. Из матовых оттенков это вот этот коричневый темный, тушевочный и красный. Матовые здесь, как всегда, прекрасны. Матовые очень легко тушуются, они рыхленькие, они сыпученькие, но при этом они хорошо работают как просто на веки, так и между собой. Они легко тушуются, они растягиваются, они между собой не конфликтуют от слова совсем. Вот этот темный-темный коричневый оттенок замечательно подходит для затемнения уголочка. Также, как я уже сказала, матовые очень рыхленькие, они сухие достаточно, но по большей части это отражается только в палетке. Вот здесь вы можете видеть у меня кучу осыпаний, под глазами практически ничего нет. Вот при использовании коричневого оттенка есть осыпания под глазами, при использовании вот этого или же красного осыпаний нет. Следующие три оттенка это три сатиновых оттенка, вот такой вот светлый, бронзовый и зеленый. Больше всего в этой палетке я хотела зеленый и фиолетовый. И как раз таки зеленый стал моим большим-большим разочарованием. Эти три оттенка на самом деле очень красивые, они нежные, они шелковистые, они замечательно наносятся как пальчиком, так и кистью, но у зеленого оттенка, в отличие от остальных двух, есть очень большая проблема. На мне он меркнет. Как только я наношу его на глаза, я вижу яркий, зеленый, пигментированный оттенок, проходит буквально пять минут, и зеленого оттенка нет, есть только серый. И ты смотришь на себя и думаешь, а здесь точно был зеленый? А куда он ушел? А зеленый выйдет погулять? Где он? Ау! И так абсолютно каждый раз, с базой, без базы, при нанесении пальцем, при нанесении кистью, каждый раз повторяется одна и та же история, зеленый исчезает, появляется серый. Не знаю, что со мной не так, но это меня очень-очень расстраивает. Единственный шанс найти этот самый зеленый оттенок, это наносить данный оттенок не на голое веко, а поверх вот этого бронзового оттенка. Зеленый получается не такой насыщенный, не такой темный, но при этом все-таки, когда он начинает меркнуть, а меркнуть он начинает, как я уже сказала, через пять минут максимум, все-таки намек на зеленый оттенок остается. А если вы наносите этот зеленый просто на голое веко, то нету даже намека на зеленый, чтобы вы понимали. В общем, это небольшое разочарование, на самом деле, данный зеленый оттенок, но сатины в этой палетке мне понравились. Мне очень понравился макияж, который можно сотворить из этих трех оттенков, в частности, если взять бронзовый на все веко, в складку вот этот матовый и во внешний уголочек зеленый. Получается очень красивый, очень благородный и дневной макияж. Он подойдет как для тех людей, у кого есть дресс-код на работе, и также и для тех, кто просто любит краситься обычными оттенками и не выглядеть как разукрашенный попугай, как я, например, сегодня. Все, на этом, пожалуй, закончу оду любви этим сатином, и перейдем к следующей формуле, то есть к спешл-шейдам. Спешл-шейдов здесь четыре штуки. Это те самые оттенки, из-за которых вообще все любят Pet Magret. Я сейчас покажу вам свочи этих спешл-шейдов при разном освещении, чтобы вы тоже понимали то, что к этим оттенкам нужен, скажем так, свой подход и свое освещение, чтобы рассмотреть их как нужно. Всего четыре спешл-шейда, светлый вот такой вот, желтый, оранжевый и фиолетовый. Желтый и оранжевый — это моя боль. В предыдущей палетке Divine Rose 2, которую я обозревала, тоже были спешл-шейды, и тоже желтый и оранжевый, и я, честно говоря, уже видеть не могу эти цвета, уже хочется чего-то другого. Но я видела, что я покупала, поэтому не буду тут придираться. У этих четырех оттенков не у всех одинаковая формула. Я бы сказала то, что фиолетовый в своей формуле, а три остальных оттенка во второй формуле. Фиолетовый отличается здесь тем, что он более мягкий, он более кремовый, и в нем меньший блесточек. А вот эти три оттенка, они очень сухие, очень. И здесь много именно отдельных частичек. Они даже на ощупь очень-очень сухие, и когда вы трогаете этот оттенок, вы ощущаете эти отдельные частички. И именно из-за того, что они такие сухие и такие глиттерные, они очень сильно осыпаются. Любой из этих трех оттенков возьми, нанеси на глаза, и ты получишь кладбище мертвых блесток под глазами. Но они красивые. Красивые, но очень-очень собакосыпучие. Вот этот же фиолетовый, он не такой сыпучий, потому что он не состоит из этой кучи вот мелкого-мелкого глиттера, маленьких сияющих частичек. Он более кремовый, но и в нем меньше вот этих вот ярких-ярких блесточек. Плюс этого оттенка в том, что он очень-очень пигментированный. Вот, можете посмотреть, у меня сейчас макияж глаз выполнен этим оттенком. И, на мой взгляд, это просто бомба. Он очень-очень красив. Он может все-таки потерять свою пигментацию, когда вы наносите его на нижнее веко. Вот на нижнем веке у меня происходит какая-то вакханалия, и что я туда нанесу, и что я туда не нанесу, там всегда все меркнет. Это какая-то проблема моя нижнего века. Поэтому в данном случае я к фиолетовому не придираюсь. Но на верхнем веке он выглядит все так же ярко и так же красиво. К слову, этот макияж мы с вами сделаем во второй части видео, так что, если он вам интересен, то не переключайтесь. Подводя итоги по палетке, могу сказать то, что, с одной стороны, да, это повседневная палетка, которая может переродиться в вечернюю палетку. Эта палетка достаточно теплая, она не очень нейтральная, все же она скорее теплая, и у меня к ней рука не тянется. Не могу, вот, к сожалению, не могу на все сто ее вам рекомендовать. Какие лично у меня с ней проблемы? Во-первых, конечно же, ее цена. 9400 рублей — это очень большая цена для теней, которые, во-первых, осыпаются, во-вторых, скатываются, и, в-третьих, в которых оттенки меркнут. На мой взгляд, если ты ставишь столь большую стоимость своей палетки, то тени должны быть как минимум идеальными. Вы можете со мной не согласиться, вне сомнений, но я придираюсь сильно, когда вижу такую огромную цену. Если бы эта палетка стоила в два раза меньше, то впечатление о ней было бы лучше, на мой взгляд. Кстати, про скатывание. Совсем забыла отметить стойкость данной палетки. Я уже упоминала то, что зеленый оттенок совершенно-совершенно моментально на мне меркнет, а вот по стойкости всех остальных оттенков могу заметить, что если вы наносите оттенки без базы, то они скатываются. Да-да, у меня нет проблем обычно со скатыванием теней. Обычно у меня все хорошо держится, но конкретно пэт у меня держится плохо. Не знаю почему, это какая-то, видимо, тоже отдельная магия пэт. Это еще одна причина, почему я не могу на 100% вам рекомендовать эту палетку. Опять-таки, подводя итоги, скатывание, плюс то, что эти оттенки меркнут, плюс то, как сильно осыпаются эти три спешл шейда, это все, на мой взгляд, очень и очень серьезные минусы данной палетки. Ну и, конечно же, темный тоже очень сильно осыпается, что порой создает трудности при создании макияжа. Честно говоря, мне нравится то, какие я макияжи могу создать с этой палеткой. Мне нравится то, что я вижу сейчас. Мне очень нравится этот сиреневый макияж. Мне даже не хочется его смывать, но мне нужно записать еще несколько макияжей, поэтому придется его смыть. И мне очень нравится вот этот повседневный макияж из этих трех оттенков. Очень красивая бронза, очень красивый зеленый, очень красивый фиолетовый. Но, к сожалению, ради трех оттенков столько денег платить не нужно. Несмотря на то, что мне нравятся несколько макияжей с этой палеткой, но все же, честно, положа руку на сердце, я бы во второй раз ее не купила. Поэтому, к сожалению, и вам тоже со спокойной душой я не могу рекомендовать эту палетку. Ну и теперь давайте перейдем к обещанной второй части видео, то есть к макияжам, и посмотрим на то, как оттенки работают на глазах. Поехали! Давайте начнем, пожалуй, с моего любимого макияжа, в котором я не использую ни один спешл шейд, как ни странно. Начинаю я макияж непосредственно с базы, потому что иначе пэт у меня не держится. Дальше я буду убрать матовый растушевочный оттенок Taboo и наносить его в складку века. Предварительно я кисть стряхиваю, потому что все матовые здесь достаточно пыльненькие. Оттенок, кстати, очень хорошо тушуется, у меня к нему нет абсолютно никаких претензий. В то время как, например, в Divine Rose 2, которую мы с вами тестировали в одном из предыдущих обзоров, там матовый тушевочный, на мой взгляд, более тяжелый, более сухенький, и он тяжелее растягивается. Очень красиво. Дальше я беру оттенок Bronze Eclipse, это бронзовый сатин, он же металлик, и наношу его на все века. На камере почему-то он смотрится не столько бронзовым, сколько желтоватым, но в жизни, поверьте, это все же скорее бронза. В жизни это не нечто желтое, я не люблю желтые оттенки на глазах, так что на этот счет даже не переживайте. Очень красивый оттенок, и он великолепно подходит для ежедневных макияжей. Дальше я беру зеленый оттенок и наношу его во внешний уголочек. Я уже рассказывала вам в первой части видео про мою боль, про этот самый дурацкий зеленый оттенок. Именно при нанесении его поверх бронзового оттенка он смотрится более-менее неплохо и не так сильно теряет свою пигментацию. Я могу ставить сюда кадры, где я наносила зеленый оттенок только на голое веко. Там совершенно другая пигментация, там зеленый становится очень темным, но, к сожалению, он очень быстро становится просто серым. На мой взгляд, это очень красивый оттенок, и макияж с ним просто потрясающий. Дальше я беру оттенок Skin Show Moon Glow и наношу его во внутренний уголочек. И следующим шагом я также добавлю немножечко темного оттенка в ресничную линию и выведу совсем маленькую-маленькую стрелочку. Ну а потом за кадром я уже доделаю макияж, нанесу карандаш слизистую, нанесу тушь и покажу вам итоговый результат. Для начала я беру матовый тушевочный оттенок Taboo и наношу его в складку века. Это очень хороший оттенок для растушевки практически всего, чего только можно придумать, потому что оттенок, хоть и пыльненький, но он работает достаточно хорошо. Предварительно я нанесла на века базу под тени от бренда Urban Decay. Делаю я это потому, что на мне пэт без базы не держится от слова совсем. Если я базу не наношу, то в конце дня у меня все скатается и макияж выглядит плохо. Хотя обычно говорят то, что пэт лучше всего держится без базы, чем с базой. Дальше я беру темный матовый оттенок Extreme Dusk и набиваю его на внешний уголочек. Посмотрите только, насколько это пигментированный темный цвет. Боже мой! Очень он, конечно, классный. Его можно отлично использовать для затемнения внешнего уголочка. Можно также его растягивать в тушевку. У меня это получается, откровенно говоря, плоховато. У меня выходит немножечко грязь, но это вина скорее моих рук, нежели оттенка. Ну а сейчас мы будем делать самое интересное. Я возьму фиолетовый оттенок, который называется Blitz Violet Orchid и буду наносить его при помощи пальца. К сожалению, камера даже близко не передает то, насколько этот оттенок красиво смотрится. На камере все выглядит как-то темновато, страшновато, но в жизни все совсем иначе. В жизни это действительно какая-то фиолетовая красивейшая орхидея. Дальше мы с вами будем продолжать улучшать макияж. И я возьму оттенок Skin Show Moon Glow и буду наносить его на внутренний уголочек. Это будет создавать очень красивый перелив от светлого в какой-то такой немного лавандовый и в сиреневый-фиолетовый. Догадалась я наконец-то приблизить камеру. Не знаю, когда-нибудь я научусь сразу же приближать камеру, когда снимаю макияжи, но это будет не сегодня, простите. И дальше я добавляю сияшку, которая называется Astral Solstice на внутренний уголочек. Несмотря на то, что оттенок на прозрачной базе выходит все равно очень красиво, и он скорее служит просто украшалочкой других оттенков в палетке. Ну и дальше я нанесу примерно все то же самое на нижнее веко, доведу макияж до конца, сделаю ресницы, накрашу слизистые и вернусь к вам. Ну что ж, это были все макияжи, которые я хотела вам показать. Вне сомнений, с данной палеткой можно придумать еще сотню разных макияжей, и вне сомнений, у меня руки растут не из того места, я делаю очень быстрые макияжи, я их делаю так, тяп-ляп, я не заморачиваюсь над идеальными тушевками, где-то у меня может быть грязь. Я просто такой человек, который не любит полчаса сидеть за макияжем, и прошу вас это тоже уважать. И на мой взгляд, когда ты создаешь палетку за столь большую стоимость, я напоминаю, полная цена у палетки 9400 рублей, на мой взгляд, такие тени должны работать хорошо и работать быстро. То есть никаких макияжей по 40 минут здесь быть не должно, все должно хорошо душеваться, и все должно хорошо между собой работать. И даже люди, у которых, как у меня, руки растут не из того места, должны с этими палетками получать хорошие результаты. Насколько хороший вышел результат, вы можете написать в комментариях, нравятся вам эти макияжи, или не нравятся, купили бы вы эту палетку или не купили, но от себя я напомню то, что в целом мне палетка понравилась, но рекомендовать я ее вам не могу, и во второй раз я бы эту палетку все же не купила. На мой взгляд, она сильно-сильно переоценена. В общем, большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!